Провалы на дорогах и размытые тротуары. Подобные происшествия есть в каждом районе Красноярска. Так развязку Николаевского моста опять завалила камнями. На улице Воронова появилась зияющая дыра прямо посреди проезжей части. А проспект Свободный просто парализовала. О последствиях ночного стихийного дождя расскажет Евгений Назарчук. С самого утра на проспекте Свободный огромная пробка. Машины еле-еле тащатся друг за другом, а скорая помощь объезжает затор по встречке. Одну из полос парализовала полностью. Причина – провал на дороге прямо на повороте на МРЧК. Коммунальщики на месте оценивают ситуацию. На чьих сетях произошел провал, им еще неизвестно. В этом месте проходит много различных коммуникаций. Дать точно оценку, на чьих же сетях произошел провал, невозможно. Поэтому управление инфраструктурой дорог и благоустройством администрации города Красноярска, оно будет предварительно вскрывать дорожное полотно для того, чтобы определить, на чьих же сетях произошел провал. Еще одна пропасть, но уже в разы больше, появилась на улице Ворона. В Осетине справились с дождевой водой, она размыла землю и на дороге образовалась огромная яма. Подрядчика уже обязали восстановить ливневую канализацию и асфальт. Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки, а иначе этот путь горожан может быть отрезан полностью. Ковш трактора опружинит от земли насквозь пропитанной водой. В очередной раз развязку Николаевского моста завалило камнями. Ранним утром рабочие уже успели расчистить проезд автомобилистам, а уже ближе к обеду тяжелая техника занималась укреплением склона. Все промыло, размыло. Вдали, посмотрите, он весь начал падать. А ведь это бетонный забор. А это сквер на Минжинского. Строители, занимающиеся здесь благоустройством, еще даже не успели сдать работу заказчику. Новый асфальт на тротуарах ушел под землю, тяжелый бетонный забор покосился, его основание полностью размыло. Рядом находится школа и в сентябре школьники будут сильно рисковать по дороге в учебное заведение. Ранее на этом месте находились погреба. Местные жители предполагают, что в этом есть причина провалов. Тротуар может обвалиться в любую минуту, о чем и предупреждает вот эта надпись. А здесь и предупреждать не надо, и так все видно. Неподалеку, возле 13-го дома на Минжинского подвала и вовсе уже начали массово уходить под землю. За давностью лет, кто их хозяин, уже никто не знает. Известно, что кооператив давно не платит по счетам. Евгения Васильева показывает угрозу своему дому. Деревья наклонились, а провалившихся подвалов с каждым днем становится все больше и больше. Весь поток воды с Копылова идет сюда к нам на Минжинского 13 и образуются вот такие ямы. То есть подвал никто не смотрит за ним. Образовались вот такие ямы. То есть управляющая компания, вот если мы видим, она их засыпала, да, вот гравийка лежит. И он за сегодняшнюю ночь, то есть сегодня был дождь сильной ночью, и он обрушился еще больше. Ежегодно проблемы после сильных дождей одни и те же. Лемневки не справляются, город буквально превращается в море. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в Красноярске еще до конца недели. А это значит, что впереди мы увидим еще много открытий подземной жизни города.